привет с вами давим без границ и наш малый зоопарк большим тоже сегодня мы хотим с вами пообщаться на тему по заказу по вашим заявкам тема такая что выбрать крыло или жилет это на самом деле такой один из самых известных холиваров было сломано немало копьях на тетисе и прочих ресурсах что выбрать крыло жилет это все равно что как что выбрать apple или android nikon или canon вот то есть примерно из той же оперы все это поэтому каждый естественно из нас сделал свой выбор и сейчас мы немножечко поговорим на эту тему и скажем почему что из нас каждый выбрал мы не будем наверное рекомендовать что-то либо одно либо другое просто расскажем о достоинствах и недостатках каждого но и традиционно не будем не рассказывать ни про какие марки то есть это абсолютно неважно какого производителя это оборудование мы просто расскажем на чем основывался наш выбор а вы уже сами делаете выводы что вам выбрать и так начнем начнем просто начнем просто начнем я буду рассказывать про крыло а за что мне такая роль что выбрал то вот он мне скажет в начале поговорим о том насколько удобно данное снаряжение на диване если брать классическую подвеску стропа у нас в этом месте неподвижно и при надевании снимания это в принципе доставляет определенные неудобства так как стропа отрегулирована строгий размер надо немножечко провожить усилий чтобы не влезть и вылезти если же стоит система быстрой регулировки то это как бы на порядок проще это совсем не реклама просто удлинили ну производители разные делают эту систему она при умолчании уже сейчас выпускается удлинили стропу и как бы в нее легко достаточно вошли и вышли но у жилета немножко все по-другому что касается жилета то есть вы его приобретаете уже на свой размер и здесь все гораздо проще вертикальные лямочки и горизонтальные лямочки подтягиваются достаточно легко то есть это все делается в два движения ничего лишнего но он еще удобства не сидит то чтобы особенно здесь ограниченной подвижностью остроразъемной спряжкой в принципе такую опцию можно установить и на крыле но это уже будет не по гуям тоже будет немножко не совсем стандартная подвеска то есть это не подвеска хобарта а так есть подвески на крыле да то с пряжками что еще следующий пункт наверно это размеры в случае с крылом вообще в принципе размеров не существует стропа изначально продается длиной вам два с половиной метра и это этого хватает на любую фигуру вы можете абсолютно спокойно потом после того как вы ее собрали обрезали нужный вам размер и все можете не обрезать можно просто заправлять как у меня излишки просто вот здесь когда надеваю я у меня начинается вот это вот заправление всех хвостов если да если конечно не обрезать то на худенькую девочку подвеска которая рассчитана на 150 килограммов мужика естественно на худенькую девочку такая подвеска будет велика но если обрежете она будет в размере вот это что касается размеров по кругу что касается размеров по жиле это понятно да то есть вы приобретаете свой размер и в принципе по идее он должен на вас сидеть как плитой ну за счет регулировки пряжек можно добиться увеличения либо уменьшения ну плюс-минус размер ну да то есть если вы взяли размер м то скорее всего вы можете его использовать и на эску и на эйку то есть эска и элька это будут самые граничные регулировки да то есть полностью распущены или полностью затянутая стропа на эмке это будет комфортно в серединке середина с длинной стропы следующий пункт это подготовка снаряжения если брать крыло фактически вы покупаете конструктор все детали отдельно и вам можно будет потратить какое-то время чтобы собрать из него собственно компенсатор плавучести вам надо будет соединить непосредственно крыло с подвеской предварительно сделав подвеску как собирать подвеску я рассказывал ранее вот тут ссылочка будет или здесь где-то здесь будет сейчас ссылочка на этот ролик ну и подсоединить адаптер для крепления баллона что касается жилета вы приобретаете цельное изделие это одновременно является и достоинством и недостатком достоинство в том что ну наверное для для новичка нет ничего сложного в плане собрать разобрать единственная сложность которая может возникнуть это вот скрепление баллонного ремня на то есть тоже ссылку дадим как это правильно как шнуровать вот а так принципе вы надели подогнали и забыли но наверное недостаток в том что если вам хочется что-то поменять в конфигурации то это уже будет немножечко сложнее ну хотя тоже возьмем следующим пунктом у нас идет размещение грузов в случае с крылом тут можно поставить как системой сброса грузов быстро быстрого сброса грузов они вешаются на пояс они продаются отдельно можно поставить грузовые системы которые не подразумевают сбросу грузов они ставятся вот сюда крепятся на спинку между спинкой и крылом можно просто груз на пояс непосредственно ну и можно использовать про ремень то есть обычный классический ремень грузовая небольшая ремарка по поводу сборки самого изделия то есть у нас в стандартах любого open water курса есть такая мешка что студент должен сам уметь собирать свое снаряжение полностью то есть если мы начинаем учиться на крыле на это уйдет но скажем так немножко больше времени чем учиться собирать жилет но в принципе здесь как бы но это не нет единой рекомендации на чем начинать учиться но просто что имейте ввиду это будет занять немножко дольше ничего сложного абсолютно осваивает любой человек кто-то за 5 минут а блондинки за 25 минут хорошо по поводу груза у жилета в принципе может быть ну вот как в этом жилете но я сейчас их вынула грузовая система быстрого сброса а также могут быть вот такие вот сзади кармашки так называемые трим карманы и может быть вот здесь вот накладные карманы на строку которая крепится к баллону здесь ее нет но во многих моделях они присутствуют также может быть вот таких вот баллонных баллонных ремня 2 и здесь уже становится немножко интересно то есть вы можете цеплять их на нижний либо наверх не в зависимости от того как вам нужно вот три вот по поводу надежности вот этих вот карманов мы наверное всем знакома эта ситуация когда вы прыгаете в воду а потом дружно всем проблем ищите этот потерянный карман за 30 евро тут надо смотреть есть конечно модели у которых это крепление более-менее надежно но как правило есть она была надежна но не очень удобно этот жилет да то есть не то что труднее как раз сбросить потому что тут выбор такой либо это быстро сбрасываем и системы надо их легко сбросить либо они надежно закреплены но тогда их труднее сброситься есть еще такой момент рекомендуется все таки быстро количество грузов которые вы можете быстро сбросить чтобы у вас было больше чем то количество грузов которые вы не можете быстро сбросить то есть жилет это сделать позволяет стандартная конфигурация либо когда у вас часть груза жили в жилете находится а часть груза на грузовом ремне вот это вот как бы подходит если вот брать вариант с крылом здесь немножко будет сложнее он не то что сложнее на самом деле такое снаряжение в принципе не особо предусматривает вообще систему быстрого сброса потому что непонятно зачем она собственно нужна то есть если вы накосячили да если вы накосячили перед входом не сделали бодичек и зашли в воду с закрытым баллонами с разбитым беседиму тогда вам надо систему быстрого сброса во всех остальных случаях в принципе она не особо не нужна вот но также если используется с этим с этой конфигурации снаряжения можно также использовать карманы системы быстрого сброса и также поиск который можно сбрасывать мы скажем так карманы быстрого сброса на крыле будут немножко менее удобны чем карманы быстрого сброса на жилете потому что на жилете они находятся внутри жилета они ни за что не цепляются они более обтекаемые получается может быть да да вот следующее о чем мы хотели бы поговорить это вес изделия его габариты при транспортировке вот здесь кого однозначно правило выигрывает ну за одним есть исключением сейчас попозже чуть немножко по нему поговорим а так изделие можно разобрать на составные части очень легко и разместить их в чемодане плюс все это достаточно плоско размещается можно сворачивать в трубочку спинку конечно не свернуть в трубочку металлическую но она плоская если на дно чемодана положить прекрасно будет плюс еще дополнительная жесткость дополнительная защита вот опять же спинка может быть алюминиевая значит легкая может быть титановая вообще легкая весь комплект у вас будет весить не более двух с половиной килограмм в случае же жилета ну по поводу веса я наверно поспорила потому что не у всех есть финансово стиль на титановую спинку вот а вот что касается занимаемого объема да здесь крыло однозначно выигрывает по поводу веса если это будет у вас такой стандартная дешевая беседе то наверно может быть она будет чуть чуть легче если начинаются всякие прибуды типа мягенькой спиночки удобной да то есть анатомическая вот такая вот спинка лишних карманчиков лишних грузовых карманчиков вот более-менее надежной вот этой вот задней стеночки у беседе которая прилегает баллону то вес наверно будет приближаться к критичным что касается меня например я даже вот мой наиболее удобный беседе с собой не беру чаще в поездке то есть я беру более легкую модель хотя она не менее удобно но есть одна конечно прекрасная но она не то что вам а любимая прекрасная модель есть беседе я могу сказать вам только из тех моделей которые я пользую это биседе производства компании аквалун называется зум он не имеет жесткой спинки он абсолютно можно также плоско в листочек его можно закатать в трубочку разместить он очень компактный и очень легкий он весит меньше двух килограмм поэтому если вы куда-то едете и у вас совсем совсем критично то вот такой вариант решение будет наиболее оптимальным при этом этот эта модель является как бы смесью крыла и беседе то есть это так называемая интегрированное крыло что же поехали дальше удобство плавания в данном снаряжении начнем с поверхности ну давайте начнем на на жилетом здесь на на все просто жилете вы на поверхности будете себя чувствовать как спасательным жилете он у спасательным куда удобно потому что она не клонит в нем очень легко держать вертикальное положение потому что воздух у вас кармана по бокам то есть получается реально достаточно такая достаточно комфортная и легкая для поддержания положения ситуации считается что крыло на поверхности кладет нас или ложит у вас может быть и ложит у нас кладет 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 лицом вниз да почему потому что у нас все весь воздух находится за спиной в этой камере и она имеет положительную плавучесть мы имеем как правило отрицательную плавучесть тем более если у нас груза расположены спереди то считается что используя крыло мы будем на поверхности опрокидываться лицом вниз на самом деле это не так если не перегружаться не брать такое количество грузов для того чтобы держаться на поверхности вам не потребовалось крыло надувать полностью до звона если вы надуваете только наполовину что более чем достаточно при адекватном подборе грузов то ничто вас не будет класть лицом вниз так что это немножко я бы сказал преувеличение это скорее недостаток неправильного подбора количества грузов вот но зато есть преимущество у крыла при плавании под водой опять же если у нас воздух распределяется равномерно то естественно поддерживать горизонтальное положение нам намного удобнее потому что воздух распределился равномерно это как площадочка которая нас удерживает в горизонтальном положении но в жилете это немножко по-другому то есть кто не умеет плавать в триме то моему крыло поможет немножко плавать вот небольшие примеры я сейчас вам продемонстрирую как плавать в жилете как человек плывет в жилете вот человек плывет в крыле вот небольшие фотографии которые показывают что на самом деле плавание в жилете и в крыле при достаточном уровне навыков не имеет никакой разницы то есть положение тела у всех одинаково вот а вот еще вам одна фотография где показано что если человека не учить даже иногда то есть зачастую наше наше неправильное положение тела в воде то есть неправильный трим оно связано с тем что нас изначально неправильно научили вот эта фотография где изображен инструктор и человек который первый раз погружается под воду да так называемое пробное погружение делает видно да что инструктор как раз плывет далеко не идеально в отличие от человека который первый раз попал под воду это свою фотку поместил но здесь скорее всего даже дело не в обучении будет а в правильном распределении груза вот что касается жилета на в этом плане она немножко крылу проигрывает то есть она не укладывает правильный трим но есть такой нюанс ну с чаще мальчиков нужно укладывать в правильный трим а девочки в него ложатся автоматически что и видно на этой фотографии за счет чисто анатомического строения нашей нижней части тела то есть у нас это получается немного легче и еще такой нюанс мальчики часто любят использовать почему-то ласты потяжелее побольше а ноги у них и так как правило тонут то есть когда они еще надевают такие тяжелые резиновые ласты ну тут без крыла никак не обойтись плюс еще рост играет большую роль то есть если вы низкого роста вам будет менее все равно скажем так если вы высокий человек то скорее всего вам будет удобнее плавать в крыльях то есть мне к примеру наверное без разницы у тебя наверное тоже без разницы ну мне конечно без разницы почему удобно с тяжелыми растами например да то есть можно же в крыле запустить побольше воздуха в заднюю часть крова соответственно менять дифферент у нас там где воздух там еще удобно да если например человека как-то клонит на один ног то же самое можно регулировать запустив воздух чуть больше в одну из чей в одну сторону крыла это вас можно это компенсировать а так воздух тут достаточно свободно ходит и если не надо ничего компенсировать он равномерно распределяется но тем не менее для новичка это может доставлять некоторые неудобства в начале то есть их часто то ли на один то на другой бок перекладывает но это еще часто бывает из-за того что крыло неправильно подобрано по размеру по грузоподъемности то есть берут люди слишком большие крылья и используют их с одним баллоном попозже об этом расскажем ну в конце давай вот а сейчас давай про чем еще преимущество по моему мнению крыла это крепление дополнительного снаряжения подвеска снабжена декольцами и если например вам нужно взять с собой стоять что-то очень удобно его крепить за эти декольца они металлические никуда ничего не делится если же брать жилеты то вот ну в жилете ну у меня да у меня металлические кольца два металлических кольца но далеко не все жилеты имеют металлические декольца то есть как правило уже лето верхние декольца расположены достаточно удобно а вот что касается вот этого вот нижняя он немного не в том положении в котором хотелось бы то есть у нас стейджик если мы подвесим будет немножечко как бы под нами получится как бы на нем сверху будете плавать потому что это не факт что выдержит вашу беседею что-то если бы на него два-три стоять же начнете навешивать ну да на поверхности понятно потому что под водой то выдержит никаких проблем нет но при входе в воду особенно беседе с пластмассовыми кольцами вызывают большое сомнение вот поэтому в этом как бы я вижу преимущество крыла но беседе есть другие преимущества для крепления доп снаряжения как правило беседе снабжается еще дополнительными карманами вот как здесь которые вы можете спрятать катушку планшетик бульдобой то есть ну фонарик у инструктора обычно эти карманы забиты да там всевозможные шарики для гольфа для наполеонов то есть каждая как видите каждая модель имеет какие-то свои при на то здесь лучше брать карманы которые именно вот на молнии а не на липучках потому что я вести карман вываливается на липучка нас со временем достаточно быстро выходит из строя перестает работать и карманы просто плохо закрываются ну еще одно преимущество того что здесь карманы они находятся как бы они более обтекаемые они находятся на жилете они находятся сверху грузовых карманов то есть здесь есть некоторое удобство чтобы ничего не заденете под водой и как-то можно повесить эти грузовые карманы только они будут выбирать они будут либо висеть у вас впереди то есть это отдельное изделие висит соответственно тогда у вас нет просто места для размещения грузовых карманов если вы их тоже размещаете на стропе поэтому вот здесь как бы ну есть небольшие недостатки но на самом деле не так уж это и критично потому что точек крепления снаряжения непосредственно подвески здесь и так достаточно вот но зато уход обслуживание уход обслуживание и ремонт крыла значительно проще делать чем жилета почему потому что крыло это как я сказал уже это конструктор это набор и в случае если у вас допустим перетёрлась стропа ну просто вышнуровали стропу выбросили новую поставили в жилете стропа вшита то есть это уже надо нести в мастерскую так же легко поменять конфигурацию захотели поехать куда-то нырять где нам понадобится большая грузоподъемность сняли крыло поставили крыло побольше все все легко захотели поменять грузовые ремни повесить на них карманы для грузов 3 карманы все это элементарно делается захотели один ремень захотели два ремня оставили в этом плане система более универсальная и обслуживать и ухаживать за ней значительно легче ну что касается жилета не знаю ни разу не встречалась чтобы перетиралась стропа что там ломается чаще всего ломается либо инфлятор со временем это одинаково либо пряжки по пряжкам любят обычно лупить баллонами явный пример у нас есть уже не один бсд когда пластмассовая пряжка сломана замена ее требует специальной машинке то есть надо нести в мастерскую ну а этот в принципе легко поменять нет точно так же они все то есть на конце имеют стопор хотя бы стопорную петлю поэтому у нас уже есть несколько таких бсд где сломаны пряжки и поменять можно но надо нести в мастерскую стоит каких-то определенных денег здесь я могу поменять все сам ну и как я уже начал говорить про апгрейд системы данная конструкция мобильная она легко подвергается усовершенствованию здесь вы можете все легко поменять вы можете поменять ремень вы можете поменять спинку то есть заменить алюминий на сталь или на титан или на толстую сталь чтобы она была потяжелее вы можете поменять крыло если вам надо крыло малой грузоподъемности например вы куда-то едете в теплые моря вам не нужно крыло большой грузоподъемности повесили крылышко маленькая там на 13 килограмм грузоподъемности например захотели использовать со спаркой с баллонами все взбрали это крыло поставить крыло которое используется со спаркой на 21 килограмм грузоподемности вот у вас уже система работает со спаркой с баллонами то есть система универсальная и возможно ее настраивать подстраивать под себя усовершенствовать абсолютно без ограничений вот жилетом к сожалению как я уже сказал это не так ну и следующее о чем мы хотели поговорить это наверно цена тут наверное я вот так вот скажу что цена среднего BCD и модульной системы будет одинаковая топовые модели то есть если собрать максимальную комплектацию модульной системы и максимальную комплектацию какого-то BCD здесь тоже будет примерно одинаково естественно BCD нижнего ценового диапазона они будут наверное все таки дешевле чем модульная система ну это и понятно практически нет ничего самое простое изделие но я думаю что если брать титановую спинку если брать адаптер если брать дополнительные грузовые карманы если делать вот эту вот систему легкой регулировки сейчас покажешь про нее не связано то будет наверно все таки немножечко дороже ну нет даже топового хорошего объяснения топовые BCD которые системы распределения не так дорого люди могут посмотреть по сайту если что цена титановой спинки не такая и потом титановой спинки ну далеко не все используют если есть деньги на титановую спинку в общем посчитаем да а теперь небольшие советы по выбору и даже наверное начнем не с советов по выбору а еще об одной особенности не сказали под водой да вот но я начала об этом говорить да у меня тут просто много есть такой момент если вы плаваете с одним баллоном и с крылом и не если это крыло у вас ну скажем так не очень маленькая да то есть это не вот как вот это нужно 12 до идет нет это у нас крыло на 17 килограмм это даже побольше то есть будет присутствовать у вас некоторая парусность которая наверное не будет в жилете если они хорошо вот он подобрана по размеру то есть за счет того что нам один баллон и адаптер если про джилет то он уже вокруг тела то есть вы более обтекаемый обтекаемость самого снаряжения больше как бы точек зацепа больше из-за того что всевозможные пряжечки болтаются но при этом обтекаемость у него больше у крыла особенно если крыло неправильного размера то есть если вы возьмете крыло от спарки решите что я буду плавать с ним везде то у вас будет достаточно большая парусность потому что вот здесь вот в ушах у вас будет весь воздух они будут торчать наверх и просто площадь сопротивления будет больше здесь же опять же насчет универсальности то есть можно иметь беседе и можно иметь крыло под спарку на если деньги позволяют конечно ну либо два крыла те же самые крыло деньги ну ладно так какие-то советы ну собственно мы уже и начали советы по выбору то есть первое забирая снаряжение подумайте о том какого размера она вам нужно в частности если в крыле то какой грузоподъемности вам нужно крыло вы должны уже наверняка знать сколько грузов вам приходится компенсировать место какой какой вес надо компенсировать плюс вы добавляете запас на полный баллон и вот собственно та грузоподъемность которая вам нужна ну не забывайте что да то есть если вы используете 12 килограмм грузов все-таки в воде они весят чуть меньше чем 12 килограмм поэтому не надо рассчитывать так я вот использую там 20 килограмм грузов у меня еще баллон весит под водой воздух в нем весит три с половиной килограмма вместе со стальным баллон то есть мне надо на грузоподъемность 24 килограмма и берете огромное крыло такой от спарки которые используют на 15 литровой стальной спарки вообще очень неудобно неудобную конфигурацию получили поэтому подбирайте по размеру и по весу если мы по цели используем что касается беседельно здесь как бы советов наверное давно начнем баллонного ремня некоторые модели имеют два баллонных ремня и на некоторых моделях уже сразу предусмотрены грузовые карманы то есть это будет плюсом следующий плюс если вы выбираете беседе будет наличие трим карманов то есть это вам даст больше возможности по распределению груза наличие либо отсутствие вот этих грузовых карманов которые находятся у нас в этой части ну как бы шторный момент да то если вам у вас большой вес и вы используете достаточно много грузов то есть это будет как бы одним из положительных моментов особенно при выходе удобно конечно вынимать отдавать и потерять тоже удобно следующий момент всегда смотрите чтобы был клапан быстрого сброса на другом плече то есть можно пользоваться как этим так и вот этим и сзади да и следующий момент то есть если у вас будет вот этот вот клапан а он есть далеко не на всех моделях все вам будет гораздо удобнее из положения трима сбрасывать воздух ну немножечко просто чуть-чуть опустив голову как раз вот этот клапан практически на всех вот верхнего верхнего да вот этого как правило насчет вот этих вот клапанов некоторые модели есть такие ну они не совсем беседе они можно сказать полу такие интегрированные беседе крылья они имеют сзади типа крыла иногда она даже подбандаженное что очень удобно и они могут иметь сзади два клапана сброса тоже очень удобно то есть с одной и с другой стороны при выборе беседе обязательно обращайте внимание чтобы до кольца были металлические желательно чтобы вот это вот для кольца тоже была металлическая нижняя на то есть возможно что-то сюда прицепить еще ну да по надежности к сожалению те модели например которые нравятся лично мне они уже не выпускаются сейчас материалы поменялись шьется там более одноразовая немножко хотелось сказать об интегрированных крыльях да то есть это симбиоз отдельно модульной системы и беседе то есть это 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 беседе но в котором воздушная камера расположена сзади как право на самом деле обладает и достоинствами и недостатками обоих моделей то есть получается что у него как и достоинств больше так и недостатков больше вот собственно и все что мы вам хотели рассказать поэтому мы с вами прощаемся подписывайтесь на наш канал комментируйте говорите что вы хотите услышать от нас о чем у нас уже конечно очень много заявок мы будем стараться и записывать по мере возможности вот следующих я постараюсь записать видео о системе сайдмаунт это еще один вид подвесок который мы собственно просили рассказать вот ну и все пока всем пока